Я профессор кафедры словестики и кафедры англистики в Бостовском коллеге. Я очень рад, что вы пришли. Кто из присутствующих здесь впервые? Потому что я хочу несколько слов сказать о Хребсовском чтении. Замечательно. Хребсовские чтения – это проект, который проходит у нас ежегодно. Это серия чтений, которых мы представляем русскоязычных писателей, живущих в эмиграции. Он был основан в 1997 году. В честь нашего покойного коллеги и друга, собственно, почти всех из присутствующих выступающих, Михаила Кребса, литературы веда, поэта. Кребс преподавал здесь до самой смерти, до осени 1994 года. Когда его не стало, мы основали вот эту серию. И за 17 лет хребсовских чтений уже в рамках нашей программы выступило почти 30 литераторов. Так что есть чем гордиться. И сегодня очень представительный состав. И мне, конечно же, очень приятно вас всех приветствовать. И хочу отметить, что время от времени мы проводим наши вечера в рамках фестивалей искусств, которые проходят здесь, в Боссовском колледже. И вот сегодняшнее чтение – часть фестиваля искусств. И здесь в музее проходит замечательная выставка парижских фотографов. Вы можете посмотреть потом фотографии в другой день. И кроме того, здесь есть брошюра фестиваля. Вы можете ознакомиться с другими в этой яйцей. И теперь я хотел бы представить первого выступающего – Ирина Моральев. Она родилась в Москве и окончила филфаком групп по отделению русского языка и литературы. До эмиграции в 85-м году жила и работала в Москве. Начинала как литература и ветвь с авторством, со своим учителем, профессором Валентином Халезьевым. Таковала статья о Пушкине. Переводила на русский. Ихи английских и немецких поэтов. После эмиграции Ирина Моральева начала печататься в газете «Русская мысль». Финал «Континент», «Грани», «Премия мы» и многих других эмигрантских изданиях. А позднее начались популярные публикации в России. В США Моральева получила докторскую степень в Браунском университете. Русистики, темы ее диссертации «Психология детства и творчества» Достоевского. И начала писать художественную прозу. Моральева – автор около 10 романов и более 50 рассказов. Среди романов назову «Портрет Алтубити», «Вагриус» в 2005 год, «Вселые ребята», «Любовь фрау» Клейс, «День ангела», «Барышня», «Полочь черемухи» и многие другие. Кроме того, переводились на английский романы и рассказы Моральевы. И вот в этом году, я хочу с этим поздравить, вышел в переводе в Англии роман «Day of the Angel». И позвольте теперь краткий личный анекдот. Вы, наверное, этого не помните, и как мы с тобой познакомились. История тут такова. Мы уехали с родителями поздней весной 1987 года. И я к тому времени уже довольно много писал и пытался получаться в Советском Союзе. Но, в общем, достаточно неудачно. И вот, наконец, в Италии я заслал из Италии разные подборки в эмигрантские издания, в том числе в новый журнал. И я написал роману Гулю такое душащипательное письмо, что кому, как не вам, вышли на офицеру, поэту, эмигранту, кому, как не вам, понять чувства молодого поэта. Короче, прошло несколько месяцев. Я уже тогда учился в Бранском университете, мы уже жили в провиденции. И вот осенью 87 года я в университетской библиотеке просматривал осеннюю книжку нового журнала за 87 год. И открываю стихи Ирины Муравьевой. Это были стихи о невозможности и неповторимости московского детства. И я обратил не в понимание с удовольствием их мечтал. Потом я перегнул страницу и увидел свои стихи. И, конечно, очень обрадовался. Но это не самое интересное. Интересное другое. Потом я узнал, что Гуль умер уже за год до этого. Поэтому он опубликовал нас с Ириной уже с того света. И мне это особенно приятно. Так что в этом есть определенная продолжительность поколений. Ирина, я очень рад, что вы к нам пришли. Ирина Муравьева. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Я вам сейчас прочту такую... У меня очень мало времени. И я прочту такую штуку, которую не сочтите за мемуары. Меня слышно нормально, да? Потому что я не пишу мемуары, как вы понимаете. Но это обыгрывание якобы воспоминаний. Тут есть, конечно, много следов моей детской памяти. Но это вполне художественное произведение. Это было на печатном журнале «Слов» в прошлом году отдельным куском. И сколько успею, я вам здесь прочитаю. Называется это традиционно «В одной знакомой улице я помню старый дом». Дома, в который меня новорожденные принесли из больницы, давным-давно нет вживых. Однако это неполная правда, как многое, впрочем, на свете. С редкой бездревянного двухэтажного существа настойчивостью он продолжает появляться в моих снах. И стало быть, раз я жива, то он тоже жив. Со мной дом пока что бессмертен. Рамы на окнах были двойнее, на зиму их прокладывали ватой. Мороз покрывал инкрустации стекла, на них появлялись лохматые пальмы, потом белоснежные линии, лилия. Вообще красоты было много. В нашей квартире, во всяком случае, было на удивление много красоты. Во-первых, все мы, исключая Матрёну. Но Матрёна не так часто мозолила глаза, потому что с раннего утра и до самых сумерок стояла на большой аллее Ваганевского кладбища с протянутой рукой. Она была нищая. О, тут-то вот и появляются страсти. Наш дом был не только прекрасен собою, наш дом был наполнен страстями. Наверное, он потому мне и снится. На три семьи приходилось четыре комнаты. В двух смежных, больших, с гладкой кафельной печью, стоящей как памятник веку минувшему, жила сама я, папа, бабушка, дедушка. В других тоже смежных, однако поменьше. Жила тётя Катя с супругом Татарином, и это вот нищая бабка Матрёна. Матрёна при полном своём одиночестве считалась семьёй. Ей полагалась отдельная комната. «А я вчера к ней захожу», – певучий рассказывал тётя Катя, – «и вижу, лежит». «Да приезжит и не дышит». Я к ней-то поближе, поближе, боюсь, померла. А она глазёнки открыла. «Да как, значит, горкнет?» «Слабон отсюда!» А я говорю, «Ты, Матрёна, воровка!» И задом к ней встала, и на пол ей хакнула. И тут так ушла. «И правильно, Катя!» – кивает бабуля. «Что с ней говорить?» «Как стерку горох». «А сами-то вы ведь боитесь её?» «Она у вас всё серебро потаскала, а вы так ей слова поди не сказали. Она у вас так все тарелки растащит». И прячет лицо в красный пар от борща. Я чувствую, что тётя Катя – красавица. Она выше всех, даже папы и дедушки. С руками, как брёвна, с ногами, как брёвна. Но вот голова небольшая и гладкая. Её вбивает коса. Когда вся заснеженная тётя Катя приходит с мороза, Трясёт снег с платка, В косе зажигаются искры. Потом искры гаснут, Но мокрые волосы ещё долго пахнут сугробом, наснятся. «А Саша мой мне говорит, Что так видел, как эта матрёна из вашей кастрюли чего-то хлебала. Стоит в темноте и хлебает, и жалкает. А вам так плевать! Ведь плевать, что молчите!» Бабуле, однако, совсем не плевать. Матрёна хлебала из нашей кастрюли. А если в матрёне положат глисты, А не что, теперь тоже в нашей кастрюле? Пойду ей скажу. Пусть ответит, какую мерзавку хлебалу кастрюлю. И, вытерев руки облаженной передней, Стучится к матрёне. «Матрёна, открой!» Сначала всё тихо. И тихо, и страшно. Матрёниной смерти все ждут, так как ждали, Наверное, только победа над немцем. «Иди!» Это стон, это шелест травы, Сухой, уходящий под снег и покорный. «Матрёна, какую хлебала кастрюлю!» Чего я хлебала? Опять набрехали. Я Катьке по спуде, Все паклы по выдеру. Дай Бог мне подняться. Иди! И клёкаться с горла, И вновь тишина. Матрёниной смерти не помню. Исчезло, и всё. Пришёл участковый, И с ним было право. В той комнате, где проживала покойная, Стоял аромат векового трепля. Впала на трепье, И трепьём укрывалась. Однако дворы веселили. Сундук. Вполне неказистый, Но грюмого вида. Закрыт и не видно ключа. Сломали, конечно. И сразу ослеплен. Сундук был наполнен до самого верха Серебряной мелочью. Монет как монет. Весь переливался. Тут дома упрап и закрякал, Как будто. Чисковый за ним. Попрякали и унесли наши денежки. Если вы не позволите, У меня ещё есть пять минут. Ещё один маленький рассказчик. Называется «Свадьба». Тётя Катя никогда не называла дядю Сашу мужем. Она говорила «супруг». А чаще пышнее. Супруг Александр. У нас называли его просто Сашкой. «Богатый ты, Сашка, мужик», Сказала бабуля однажды в глаза. Супруг Александр моргнул, Настерпел. Зато из Утекати обиделась. «У вас у самих, зять, евреи. Да что нам теперь? Из квартиры съезжать?» История такая. В подвале нашего деревянного Четырехэтажного дома, Принадлежащего до революции Какой-то купчихе, А может купцу, Жил дворник семьёй. И был он татарином. И дети его тоже были татарскими. Про них говорили. Татарские дети. Они были смуглыми, Быстрыми, юркими. Их очень нечасто и мало кормили. Поэтому дед иногда приглашал Татарских детей к нам обедать. Когда мы обедали вместе, То я рекомала. Они были гости. К тому же мои. Года за три до моего рождения И за шесть, стало быть, лет До смерти моей молодой и грустной, Судя по её фотографии мамы, К своему брату, живущему в подвале И служащему дворником Целого нашего переулка, Пришёл молодой Мустафа. Пришёл не один, С русской женщиной Катей. А был Мустафа очень мелким, Но живистым. И Катя едва доставала до плеча. Она же была величавой и крупной, С глазами такого же цвета, Как поле, Когда урожай только-только собрали, И осень в узорном платке добровей Стоит на пороге. Пришли они, сели. Обветренный дворник, Весь обременён мне детьми, И в калошах спросил Мустафу, Для какой такой цели Ему нужна русская женщина Катя. На что Мустафу, Дёрнув жилистым горлом, Сказал, что он с Катей вчера расписался. Тут несколько крепких, Но Катя и непонятых слов на татарском, Решили всё дело. Новобрачный, Лицо у которого стало Мариновым, Порвал с родным братом семейные связи, Отрёкся от всех мусульманских законов, И взял себе русское имя. И так прошло целых шесть лет. Теперь, после смерти Матрёны, Камокка, Которая старуху держала сундук, Спала на трепье, И трепьём укрывалась, И осталась законной супружеской паре. Много, много прекрасного Было в нашем доме. Хотя бы вот это их новое спальне. Такую кровать В пышных белых подушках, И всё в кружевах, Всё в каких-то накидках. Создать просто так, Без любви, по расчёту И без понимания роли семьи, Нельзя. Не создастся такая кровать. А если создастся, То тотчас и рухнет, Уйдёт на одну жизнь, Как славный Титаник. Мне кажется, что при субстильном росточке, Порвавшись народом своим Мустафа, А ныне супруг Александр, Не мог сам залезть на такую кровать. И мощная, с бёдрами круче колёс, Жена подымала его, как ребёнка. И он засыпал там внутри её бёдер, Внутри кружевной белизны, И кукушка на стильных часах Отмеряла огонь В течение их незатейливой жизни. Утром супруг Александр выходил на кухню, То с тазом, то с чайником, То с горкой оладьей, То с кислой капустой. И гордость была в её сильных чертах. Однако при всей этой полной идиллии Не всё было просто. Я слышала, как, отморкавшись кулак, Она со слезами шептала бабуле, «Ни свадьбы так не было, Так ничего, живём как собаки, Прости меня, Господи!» «А сколько таких?» Утешала бабуля. «Да как мне наплевать!» Тётя Катя плевала, И тапчику тёрну слюну. «Да плевать!» Чем ярче она натирала Мастикой свой пол, И чем больше солила капусты, Чем чаще давилась по очередям За модным немецким фарпором И чешским, Ещё даже многом одней, Хрусталём, Тем всё неустаннее болела душа. Ах, вот как бы в церковь! Другой разговор. В церковь бывший мусульманский человек Мастапад И те оказался, «Смотри, Катя, брошу!» И он не шутил. Тогда она и настояла на свадьбе. Спасибо судье! Схоронили Матрёну И стала гораздо свободнейшим площадью. Пошили хорошее белое платье, Едей наготовили, Окна кормить. Супруг Александр ходил недовольным, И зубы стал чистить три раза на дню. К тому же он взялся ещё парить ноги, Но это уже совсем перед сном. Сидел у окна, Две стукни в кипяток, Кричал тётя Катя, «Подлей, остывай!» Она подливала из синего чайника. На лиме плыв парень. На свадьбу пришли все свои, То есть дом в его окончательном полном составе. Из первой квартиры Елена с племянником. Елена старуха, племянник больной. У нас говорили, что он дефективный. Соседка её, Серафима, из бывших. Во рту папироса, родных никого. Был дядя, но дядя за что-то сидит. Она, Серафима, молчит, только курит. Из третьей пришла семья Карповых. Муж похож на жену, как две капли воды. Жена также точно похожа на мужа. Короче, как два близнеца. С собой привели всех детей, уже взрослых. Сын только из армии, но уже пьёт. Пока что не сильно, но это пока что. Из нашей квартиры бабуля и дед. Бабуля пошла в чём была, ей плевать. А дед надел галстук и даже пиджак. В подвале родня Мустафы, Александра, по запаху судик, травила клопов. Так крепко травила, что окна открыли. Они так назло за клопов-то взялись. Невеста смогула блестящие слёзы. Век жили с клопами, так ничего. А тут им приспичило. Так чисто плюет. После блинов с крупной красной икрой, потом пирогом, подали студен. Все выпили, даже бабуля и дед. Племянник ударом, что он дефективный. Налили в стаканчик, и он тоже выпил. И стало совсем хорошо на душе. А Карповы, муж и жена, и все дети, сказали, что самое время петь песню. Их сын развернул было новый баян. Но вдруг, ярко-красный, поднялся жених. Оперся рукой на затылок невесты. И тут все заметили, что жених пьян. Не надо мне этого. И не хочу, сказал Александр. А ты, и ты пошла. И он смял на кассе бумажный цветок. Пошло, я сказал. И передразнил ее речь. Дак, дак, дак. Гусыня какая нашлась. Ишь ты, ну ты. Я сам буду петь, а ты не гу-гу. А то сейчас возьму, да и выкину всех. Ты что, Сашка, сядь, расшептала бабуля. Ты, Сашка, на свадьбе. Чихать мне на свадьбу. Ответил строксивый и тут же запел. Тойкул мае, а кэп фактей. Кызлагуя кашла ар. Аксык бейт суфлы бит у. Яй сын айда, а клаши ар. Допев эту малоизвестную песню, Он выпил стакан, запустил его студнем И снова запел. Аккул маке, актел маке эр. Тойда гомер гомера, а. Тойкул ма ге ки ге кизнын и. Урэ ге була а гей турда, а. Куплеты эстоны сменяли друг друга. Во всех властей. Кочевая кибитка, Высокие кони, Свободные ветры. Никто не солил степя Кислой капусты, Не чистил зубов, Ног не парил в тазу. Но все были дикими, Сильными, больными. Свистело в ушах, Развивались знамена. И жон было много. И много сгода. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Ира. Следующим будет выступать Далид Шрайер-Кутров. Он родился в Ленинграде в 1936 году. Ручился в первом ленцинском институте. Входил в легендарное, Теперь уже легендарное Лито, В дворце культуры в рамках операции. Ленинградцы, наверное, помнят, Это на Петроградской, Потом этот дворец культуры Назывался Ленсовета. И в это лето Входили также молодые Рейн, Наймон, Бобышев. И в разное время Его посещали звезды Тогдашней новой ленинградской литературы Конца 50-х годов. Такие, например, Розаик Сергей Вольф. Был участником семинара по переводу, Которым руководила Татьяна Гнедич. Специально стал печататься С конца 50-х годов, В 1950-1960-х годах Служил врачом В Танцковых войсках Белоруссии. Закончил аспирантуру При институте куберкулеза. А потом уже в Москве Защитил докторскую диссертацию. И много лет до отказа Проработал учеными-побиологами. До отказа в России Был главным образом известен Как поэт-переводческий Татьяна Гнедича Языков в Яславии. Его первая книга Была рассыпана в Ленинграде В 1964 году в связи с процессом Бродского И вышла уже только в 1967 году в Москве Под названием «Холсты». И еще Шелай Петров Опубликовал в советские годы Две книги эссе о поэзии. Спут принят Союз писателей в 1976 году По рекомендациям Шковского и Вознесенского И исключен через три года За попытку иммигрировать. С женой, моей мамой, переводчицей Эмилии Штай-Полик Провел в отказе 9 лет Именно в отказе был написан Роман Эпопея Герго Деневи, получивший широкую известность Первая часть вышла в Израиле в 1986 году И полное издание издавалось уже два раза И готовится уже третье издание Которое будет в России в конце года Эмигрировал в июне 87 года И у Шелай Петрова вышло 25 книг, рассказов, романов, стихотворений В том числе книги «Эти странные русские евреи» «Карды и фушкровные рыбы» А также три книги, прозванные на английском языке И вот я, кстати, забыл То есть я сказал, что у Иры вышло только что книга в переводах На самом деле у каждого из участников В этом году вышла новая книга И я бы хотел все эти книги отметить И у моего отца только что вышла книга рассказов Которая называется «Динактвэф Сталин» «Обед с вождем» Я хочу еще сказать, что этот человек научил меня в детстве Писать правильные стихи О том, в юности, научил меня ломать и искажать форму Но еще научил меня другому Искусству радоваться успехам других литераторов И наших собратьев по литературным музеям Завершая история Спасибо, Макс Тович Мы здесь ради того, чтобы вспомнить мишу Крэпса Если позволите, я сначала прочитаю одно из моих состворений Потому что, собственно говоря, не было бы И Крэпса не было бы и чтений А не было бы чтений, мы бы не увиделись сегодня А не увиделись бы сегодня Каждый из нас потерял бы, наверное, большую часть жизни Поэтому случайности приводят к замечательным вещам Я прочту стихотворение Крэпса Называется «Когда в пустых ночных квартирах» Послушайте, вы услышите Пастернаговскую нотку Когда в пустых ночных квартирах Тлюмо пугается вещей И напевает кавантину меж трубистовых кощей И полночь мерит сантиметром, как любознательный фагот И в музыке крыла под ветром своих знакомых узнает Когда в пустых ночных квартирах Пугают вещи зеркала И дети в северных Пальмирах Кричат броневикам «Ура!» Когда летит поэту слово Под рокот жести дождевой И обнажается основа Дрожащей капли дрожжевой И жизнь томится на пределе Вся музыка и вся испуг В полете в памяти Убедели с непознаваемым со мной А теперь я почитаю вам Некоторые корректы с отворений Из книжки «Две книги» Называется «Звонок из редакции» Стихи идут в номер Идут, идут, идут Стихи идут в номер Идут, 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 идут Идут стихи в номер Раствор идет в Вену Идет, идет, идет Раствор идет в Вену Идет, 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 идет Идет раствор в Вену Любовь идет в сердце Идет, идет Любовь идет в сердце Идет, 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 идет Идет любовь в сердце Трамвай идет к морю, идет – идет время – стихотворение называется «Последний вагон», Предпоследний вагон В этот вагон музыкальный Куплен плацкартный билет В этом вагоне прощальном Нам закатили банкет Грудью трясет негритянка Ритм задает контрабас Жизнь моя девка-беглянка И не печалься за нас Мы погудим, погуляем Даже споем микрофон Ну а потом пошагаем Самый последний вагон Там музыканты в ермолках Будут на скрипках играть Аккордеон без умолку Будет мотив повторять Очень веселый мотивчик Чтобы забыл я как сон Чтобы забыл я счастливчик Мой предпоследний вагон Весенняя труба Труба забывает в соседнем дому На сердце весна и любовь Но ты мне скажи Почему, почему В закате увидела кровь Послушать труба Вырисовывать блюз Взялась на закатном листе Но ты мне скажи Почему я боюсь Поверить твоей красоте Труба заливается за стеной Коттеджер, в котором живет Не то домовой, не то водяной Лихой музыкальный народ У них на двоих или на пятерых Камина большая труба Читают под музыку Старенький стих И схожный, как тропа Как будто бы не было строчек других Чтоб музыку эту играть На всех пятерых Или может двоих И стих на ладонях катать Здесь тайна какая-то Магия, что ли Ты спаян с мелодией стих Что каждую клеточкой Всякий бемоль Любовью стращает, как псих Любовью закатную стращает И кровь под свечники льет, как вино Но алые губы закатных костров Ему целовать не дано Он занят трубой Он трубит и трубит Он стих словно крест свой несет И кто там гостит И кто там вопит Неважно, какой с ним народ Если мы верим Мы с тобой в этом баре Последний раз Все равно ты вернешься, любимый Ты меня предала Но в последний раз Все равно ты вернешься, любимый Эй, бармен, принеси нам счет Мне, барак Подожди хоть немного, любимый Ты с другим развлекалась Настала пора Рассчитаться успеешь, любимый Ты с другим развлекалась В постели, где мы Так случилось к несчастью, любимый В той же самой постели На грани зимы Так случилось к несчастью, любимый Если кто и несчастлив То я один Мы все трое несчастные, любимые Ты хотела вышибить клином клин Я судьбу пытала, любимый Эй, бармен, где там счет Я спешу, ты напрас Я смертельно ошиблась, любимый Я убью его, надо в обоих вас Пощади его, мой любимый Об ощаде ты бросишь Меня для того Это я виноват, любимый Почему же не просила Ты у него Я любовь пытала, любимый Эй, бармен, себя сдачь И не утруждай На любовь уповала, любимый Ты любви изменила На веки прощай Пощади нас всех, мой любимый Жены короля Генриха Если кто-нибудь из вас был знаком С покойным Генрихом Соргером То вы должны кое-что узнать А если нету Понимайте просто буквально Жены короля Генриха У первой жены Был шлейф из Курги Кургой завело Белорусский вокзал Она завернула в шлейф Пирогика Он шлейф Узла-узла завязал Вторая жена укатила в Париж Кататься верхом В Голонском лесу А штановый лист Винопал и Рыж Она прислала ему В песне А третья жена Пирогов не пекла Не знала дорогу В Голонский лес Она на кладбище Принесла Тяжелый Модильный крест Вернуться в Саранто Посвящаемся Миле Моей жене Моего Звучит Ты хочешь вернуться в Саранто В Саранто Где каждая крыша бездельем согрета Где бирюзовое лето Но песенка спета И сладкий мотивчик Несется вдоль моря Как автомобильчик И нету скорости страсти запретов Помилуй Ведь скорость скорость гордеца Не плачь и не прячь Золотого лица Ты плачешь А слезы текут на затылке Вином собираюсь В болтухе бутылки Ты вся виноградной лозы Двойник Я любви твоей Вечный должник Твой денник Склонись Перекинься Лозой Опоясы Дождемся мы Звездного часа Тебе перекинуты За спину Место найдут С русалками В Петербургском пруду Где леши строгают дуду Но как же Саранто И красный фиадин И щель не Керенского В синей Адриате Но как же Два розовых полукрыла Которыми ночь развела Да Это альбом С фотоснимками Жизнь в Италии Амуры летали Лемуры скакали И эти детали Так много сказали Что твой чемодан На московском вокзале Уплыл за моим На филюке в Саранто Где вечное лето Любовью согрета Где нет обшелания И страха Секрета Уже и наша песня Спит Максим В ресторанчике над океаном Я сидел у окна В переполненном зале Деда пели в смычке любви Был в ресторане В ресторанчике летнем Играла веселая музыка Мы сидели вдвоем Далеко от оркестра Около аквариума окна На песке между темной водой И окном Буглились Накой океанского мусора Ковырялась в растениях Влажность Бессонная чайка одна Я тебя пригласил Подхватить разухабистый танец С фигурами Рисованием которых Был зал До того увлечен Что почти не заметил Как чайка Пройдясь Над растениями бурами Обнаружила Обнажила корзинку С младенцем Которому снился Египетский сон Оркестр наяливал Польку Зал не видел Зал не видел Корзинку Или что-то похожее Впрочем Не о музыке речь Или что-то похожее На корзинку С младенцем Настолько Серванулась Из зала Но только Мессию Сберечь Но пока Я пробегала По улиткообразным Ступеням Вышибая подносы Сбивая стаканы Взрывая бутылы В толпу И гадяйка судьба Взыскала Давнишнюю пеню Белопенной водой На песке Обозначив Страху И корзинки Это с хлебом Корзинка Не младенца Египетского Это чайка Ты пошилась В океанском Дерьме Ты вернулась За столе Тебе не в новинку Посмеяться Смеяться Над собственной Шуткой Оказаться В домашней Домашней Теме Да какая Корзинка Ты прав Это чайка С волной Грибоя Да какой Там прибрежник Песок Это улица Провинциальная Асфальт Да какая Там книга Да какой Там младенец Египетский Это наше Скидание Собор По житейской Пустыне Где пророчество Чистая Парс Фиалки Под забором Под забором Синеют фиалки Зеленеет гроза В полупоезде Полуфиалки Над садом Скользит Стрекоза С вчерашнего Полугуляния Кресло Порознь Повалка И так До солнечного Сияния Остался Пуск И так Мы попытаться Мы пытаться Фиалы Сметения Успокаивать Перед грозой Или поезд Стрекоз И топот Шпан Полусмерть Полуслист Полушипение Скользнуть Стрекозой Что там Рожу Из облака Перезрелого Перезрелого Кажет Ухмыляется В сласть Кто грозит Садовской Саже Чья Опять Надвигается Власть Пред Которой Паникнут Фиалки Средится Вскатится Поезда И навеки Навеки Потерпит Фиаско Очистительная Города Спасибо за внимание Следующим выступит Филипп Ярман Он родился в Москве В 1936 году Как вы видите В нашем вечере Представлены С одной стороны Люди Одного поколения С другой стороны Люди Одной литературной Волны Третьей волны Так что Ну Вы Третьей волной Поэтому я не назвал Год вашего рождения Поздравляю Могу назвать Хорошо Зато я вам рассказывал В 10 раз больше Написал Итак Филипп Ферман Родился в Москве С одной стороны Это высокопрофессиональный Инженер Который в Москве Заведовал Лабораторией Математических Меток Расчета Кандидат наук Который потом Преподавал Теоретическую Механику Математику Сначала в московских А потом уже В американских Университетах А с другой стороны Это совершенно Необычный писатель Создавший Рассказы и романы Многие Из которых Связаны С еврейскими Темами Юрий Нагибин Представил Рассказ Филиппа Литературной России В свое время Сопроводив Щедрым Этот каталог Не получил Такую же Известность Как и Метрополь Просто Постечении Обстоятельств На самом деле Он его Заслуживал И за это Филипп Изгна СССР И каталог Потом вышел В издательстве Ардис Как и Роман Бермен Регистратор С 81 года Эмиграции Уже много Много лет Живет В Филадельфии Рассказывает Бермен Напечатались Журнал Тремий Мы Континент Викта Устовского Третья волна Стрелец Радыбежий Наш Радыбельфийский Тальмонах Почему наш Собственно Я не радыбельфиец Но все равно Кажется Что наш Потому что Это действительно Родное издание Которым Мы все Много лет Печатаемся И еще Хочу сказать Что Рассказ Филиппа Бермана Сара И Петушок На мой взгляд Принадлежит К лучшим Произведениям Послевоенной Иврейской Русской Литературы Это рассказ Действие которого Происходит В последней День Сталинской России В критический Конечно же Момент Истории Советского Еврейства И в этом Рассказе Берман Мастерски Описывает Жизнь Московской Коммунальной Квартире Где Соседские Баталии Евреев И русских Воскрешают Битвы Советской Истории И конечно же Воскрешают Тысячелетние Баталии Всего Человечества Добрый вечер Моё полное имя Филип Исаак Берман Я взял имя Исаак Когда приехал Потому что я был Исаакович Я не хотел Тереть имя Отца Вот Вот так И это Обозначено В новой книге Которая Называется Небесно-деревянная Дорога Высущая Недавно То есть В этом году Я хочу Вам Прочитать Отрывки С недостатком Времени Отрывки Из нескольких Рассказов Коротких Вот И с некоторыми Из вас Мы наверное Знакомы Если вы Слушали Рассказ Сары Петушок На тайково же рода Слушании Какое-то количество Лет назад Вот Значит Я хочу вам Прочитать Из рассказа В этой книге Так сказать Например Есть такой рассказ Который называется Синие крылья На белом мустам Значит Вот я сейчас Прочту Отрывок Из этого Рассказа У Исаак Был хороший Дог На первом Этаже Сидел Маленький Красивый Мальчик Внук В большом Кресле И смотрел Телевизор Они пошли На второй этаж А Иосиф Говорил Абраму Пошли Я тебе что-то Покажу Так Абрам Пошел Иосиф Потрел Одну комнату И там Весельности нет Два пистолета Одна Винтовка Один Автомат И стоял Маленький Пленок Между прочим Там были тоже Голые женщины Красавицы Они лежали На иностранных Автомобилях Они висели Между винтовками И улыбались Каждому Кто туда входил Абрам На них тоже Посмотрел А зачем тебе Пленок Спросил Абрам Пистолет Есть Они пошли Вниз Где внук Его смотрел Телевизор А Иосиф Хотел показать Пистолет Внука Он достал Со шкафа Большой пистолет Который был Для внука Пистолет Был как Пол головы Маленького Человека Так когда Абрам Мне это Рассказал Я подумал Что такого Человека Лучше не Покупать Автомобиль Ну что же Этот Дедушка Очень любил Своего внука А внук Вова Любил Своего Дедушку Дедушка Иосиф Купил Ему Форд Мустанг Он сам Его отполировал Вместе Со своей Женой Красавицей Рюйта И он Нарисовал На белом Новом Мустанге Летящие Синие Крылья Я вам Сказал Что он Был как Архитектор Он мог Рисовать Разными Красками А внуку Вове Тогда Был 11 лет И он Ездил Дедушкой Иосифом На белом Мустанге С синими Крыльями Он не ездил Он летал А его Внук Гордился Своим Дедом Который Сам Мог Сделать Мустанг И Сам Его Покрасить А дед Гордился Своим Внуком Который В 11 Лет Мог Ездить На автомобиле Как Про Что по Английски Значит Профессионал Абрам Пришел К нему Опять Когда Внуку Был 17 лет Покупать Другой Автомобиль Внук Стал Большим У него Была Тогда Одна Белфренд Итальянка Так Они Любили Друга Как Самасшедшие Как Могут Любить Друг Друга Еврейский Мальчик И Итальянская Девочка Девочка Ее Звали Чинцы А ее Папа Имел Пицарию Потому Что Итальянцы Знают Как Варить Сыр Как Его Продавать И Как Делать Деньги Отец Его Подбрасывал Круг Тесто Над Головой И Тесто Крутилось Там Как Будто Он Сам С Нем Танцевал Как Будто Это Была Ветающая Широкополая Пицца Сомбреро А После Его Танца Получалась Пицца Так Такую Пиццу Можно Было Есть В Воздух Жизни Вов Поехал С Чинцель На Пенс Лендинг Что Филадельфия На Набережье Они Собирались На Завтра Обвенчаться А Был Солнечный День И Они Оба Были Красивые Возможно Он Ехал Продавать Наркотик Возможно Нет Никто Этого Не Знает Когда Ты Молод То В тебе Есть Воздух Жизни И Ты Всегда Красив Они Ставили Машину И Сидели И Любовались Жизни А Когда Они Любовались Жизнью К Ним Подошли Бешеннадцатилетние Чёрные Они Постучали В окно Его Автомобиля И Вова Открыла Окно Тогда Одна Взяла И Застрелила Вову В голову Он Даже Не Успел Ничего Сделать Может Она Его Любила А Он Был С И И И И И И И И Может Быть Она Была Накуренная Никто Не Знает И Никто Потом Ничего Не Узал А Пулемёт В это Время Висел В комнате Осипа И Сделал Когда Его Внука Убили В Филадеке Так Осип Сошёл С ума Возил Внуку Синие Крылья На Белом Мустанге Он Купил Ему Пистолет Он Ходил С ним На Ренч И Учил Его Стрелять Потому Что Он Любил Его Дальше Мой Сын Рассказывал Мне Он Перестал Есть Он Перестал Спать Его Автомобили Ставили Непокрашенные И Он Больше Не Продавал Автомобили Его Внука Больше Нигде Не Было Он Стал Охотиться За 16-летними Чёрными Чтобы Их Убить Он Взял Два Пистолета И Приехал На Пенс Лендинг Он Ждал Их Там Когда Они Придут Однажды Он Услышал Музыку Луиса Армстронга Вот A Wonderful World Какой Потрясающий Мир С Этого Момента Он Знал Что Никого Не Сможет Застрелить Это Была Потрясающая Песня И Он Пел Ее В России Có С С С С Будем Про Т cela Какой Масс Немного С По Заставです К Это была потрясающая песня, он вспомнил свою молодость, он вспомнил, как он любил американский джаз, и он любил Мэрилин Монро, и он любил Лоиса Армстронга, и он любил Америку. Он всегда думал, что у Рита была Мэрилин Монро. Так когда Абрам узнал об этом, а мы тогда жили уже в Нью-Йорке, Абрам поехал, чтобы Иосифа забрать в свой дом. Он сказал Абраму, зачем мне теперь мой бизнес, зачем мне теперь моя жизнь. Он был воздух моей жизни. Для него я хотел быть красивым. Для него я хотел быть богатым. Для него я хотел жить. Для него я спал с Савитой, чтобы наша жизнь продолжалась. И была. И для него. Теперь я люблю эту девочку-итальянку, как свою дочь. Я приезжаю к ее отцу, и мы вместе пьем водку и плачем. Но ему надо делать летающую пиццу, в которой есть воздух жизни. А его дочке надо искать себе нового будущего мужа, потому что если она не забудет Вову, так она умрет. Я и Иосифа хорошо понимаю. Мой папа был хухом. Это значит большой мудрец. Потому что мой папа говорил маме, жизнь – это ураган, Нестор. Ты в этом урагане, и я в этом урагане. Но жизнь – это счастье. Ты в этом счастье, и я в этом счастье. И жизнь пролетает над нами, как белое облако, и мы не можем до него дотянуться. Эй, жизнь, куда ты пролетаешь мимо нас? Туда, куда мы не знаем куда. Мой сын говорил, что потом Восиф ищет. Куда он исчез, никто не знал. Одни видели его на высокой горе в Австралии. Он стал летающим человеком. Он стал горнолыжником. Ему казалось, что он слетал со всех самых высоких гор вместе со своей ритой. У него выросли синие крылья. И он стал белым летающим мустам. Он хотел разбиться в белом снегу и умереть в одно мгновение. И он думал, что это Рита, Мэриан Монро, идет вместе с ним в его новой жизни. Теперь он стал воздухом жизни. Жена его открыла салон красоты русского тела. При входе висел плакат, на котором было написано золотыми буквами «Русское тело – самое красивое в мире». Она стала очень успешной. Когда она массировала ноги женщинам, они чувствовали, что она совершает с ними тайный обряд любви. Они стали ходить к ней все больше и больше. Она же в это время вспоминала своего мужа, который, говорили, слетал с самых высоких гор с Мэриан Монро. Она вышла замуж за человека, который привез Мэрион.